Замечательно. У нас представители на сцене. Это уже отлично. И есть представители агентского бизнеса, кто непосредственно работает с полевым персоналом. Супер. У нас как раз именно тот состав, который и нужен, наверное, для того, чтобы этот процесс запускать. Благодарим вас, во-первых, за участие в этой сессии. Я очень надеюсь, что всем будет интересно послушать и поговорить про тренд в современном мерчендайзинге. Хочу для начала представить наших замечательных спикеров. У нас такой состав, как я уже сказала, представителей всех направлений. Сергей Киселев, заместитель директора мерчендайзинга компании Битл. Екатерина Аронова, руководитель направления мерчендайзинга BTL Essence Production. Думитро Чаттерджи, руководитель направления внешних аналитических продуктов компании Лента. Елена Кузина, руководитель аутсорсинга торговых команд Градус. И Екатерина Ивашкевич, представитель аналитического продукта Celery Index, который занимается мониторингом заработных плат полевых сотрудников. Собственно, я, Юлия Планкина, представляю ассоциацию мерчендайзинговых агентств AMA и возглавляю направление развития бизнеса в ITM Group. Да, коллеги, кстати, хорошая идея. Спасибо, Думитро. Если у вас есть какие-то вопросы, мы могли бы действительно сейчас их для себя зафиксировать, а может быть даже уже начать диалог с этих вопросов. Понятно, что большое количество точек, магазинов, и мы на данном этапе физически не можем организовать вообще какой-то контроль в этих магазинах. То есть вот что посоветуете? То есть какое-то агентство или какие вообще варианты возможны в этом случае? Вы хотите адресовать вопрос? На старте проекта. Продаж в сетях. Наш завод находится тоже очень далеко от центра России. Мы находимся в Татарстане. И наша адресная программа покрывает больше 5000 торговых точек. И занимаемся как раз таки контролем. Первое – это работа на платформе агентства, если она у них есть. Но, как правило, сейчас у всех агентств есть своя онлайн-платформа, на которой выкладываются фотоотчеты. Остатки и вся ситуация, которая в торговой точке. Это первый вариант. Второй вариант – вы можете обязать агентство при заключении договора использовать вашу платформу, если она у вас есть. Либо какого-то стороннего производителя, что будет, наверное, для вас более какая-то актуальная и честная информация, чтобы вы не сомневались в том, что вам предоставляют. И третье, с нашей стороны, контроль. У нас есть еще операторы, которые просматривают все фотоотчеты на портале. Они разделены по сетям и дают обратную связь сразу же сотрудникам, что необходимо исправить, где аутостоки, какая выкладка. И, соответственно, у агентства есть три дня на то, чтобы ответить на вот эти все замечания и сделать исправление на полке. Вот таким образом. Ну, плюс у нас есть еще аудиты наших региональных сотрудников, которые выезжают в поля. И они не только фиксируют недочеты, но они помогают еще в регионах решить проблему на местном уровне, когда у сотрудников не получается. С нашей стороны. Слушайте, на сегодняшний день, как бы вот мое мнение, мы раньше работали с двумя-тремя агентствами, достаточно крупными. И на сегодняшний день, мне кажется, что все-таки дело за малыми агентствами, которые непременно работают в определенном регионе. У них уже есть там своя команда, и у вас не будет сотрудников, которые работают в самой сети, и их еще за ту оплату привлекают выкладывать ваш товар. То есть, ну, как бы, я не против сотрудников, но у них у самих не хватает рук на то, чтобы сделать свою работу, и мерчендайзер им нужен именно для того, чтобы помочь. А тут получается, что мы у него забираем его единицу, он ни свое не успевает, и если сотрудник заболел, получается, что в сети ни продавец не работает, ни мерчендайзер. Поэтому, ну, как бы, мое мнение, лучше брать региональные агентства, которые сильны в определенных филиалах, и вам так будет гораздо проще. Ну, отчеты-то при этом будут. Отчеты будут, конечно. Спасибо. Ну, я бы мог добавить, смотрите, вначале до всего этого, то есть Екатерина замечательно рассказала весь процесс, до всего этого нужно определить, а надо ли оно вам. Ну, потому что до того, как вы начинаете тратить на это деньги, ну, ваш собственник должен ответить на тот вопрос, или вы ему должны ответить на следующий вопрос. А что я получу взамен? Или что я сейчас теряю, какие деньги я сейчас теряю для, ну, из-за того, что у меня этого нет. То есть это должно быть на уровне точки. Конкретно, какой процесс вы собираетесь, какую дырку в процессе доведения товара до покупателя вы собираетесь решать через мерчендайзера. То есть у вас большие аутовстоки, у вас не запускаются акции, у вас, не знаю, начинается какая-нибудь, там, не размещаются пасмы, если они у вас есть вообще, да, и так далее. То есть если этого, то есть вот вы берете эту проблему и начинаете думать, каким образом, какими людьми вы будете их решать. Можно начать там с наскоков, например. А вообще посмотрели там, ну, пробежались по полям, вот, объяснили, что, ну, как бы, ребята, давайте все-таки вот на это обращать внимание. Оно у вас появилось, потому что одна из проблем операционных, да, в любой сети, это когда новинка появилась, никто о ней ничего не знает, она пылится на полке, просто потому что ее забывают, ну, то есть в процессе выкладки, да, или последний, например, на промо меняют ценник, там, и так далее, да. Вот, то есть, соответственно, исходя из этого, вы понимаете, какую проблему вы атакуете и какой у вас репертуар начальных решений. После того, как вы поняли репертуар этих начальных решений, вы попробовали, решили проблему, посмотрели на результат продаж. То есть оно вообще как-то у вас отбивается, не отбивается. Если отбивается, тогда, да, тогда можно сказать, вот, прийти с этим кейсом, да, и сказать, я могу увеличить продажи на точку на, там, 20%. Тогда, собственно, говорит, вот мышок денег, иди и берем агентство. И дальше по схеме Екатерины. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо за презентацию. Да, спасибо большое, мы немножечко уже вперед забежали. Ну, я надеюсь, мы как бы ответили на ваш вопрос. Давайте тогда пойдем дальше. И предваряя, соответственно, то, о чем мы будем говорить, я очень кратко обозначу тренды в мерчендайзинге, которые мы сейчас в настоящий момент наблюдаем. Ну, во-первых, если говорить о том, что видит покупатель в магазине или что он хочет видеть, в первую очередь мы говорим, конечно, об амниканальности, бесшовности покупательского опыта. То есть каждому покупателю крайне важно видеть похожую или одинаковую картинку как в онлайн, так и в офлайн. Приходя в торговую точку, он видит определенные цены, определенную выкладку, качество продукта, и ему хочется видеть то же самое, соответственно, на маркетплейсах. Когда мы говорим о бесшованном покупательском опыте, мы говорим о единстве подходов, промо, в цене и так далее. Если мы идем от производителя, конечно же, здесь крайне важна ориентация на результат. Производителю важно видеть, насколько эффективно работает мерчендайзинг, насколько он дает или стимулирует продажи и, естественно, минимизация аутоустока при этом. Если мы говорим про ритейлера, то здесь крайне важно использовать методы анализа для повышения эффективности. Мы обязательно сегодня об этом поговорим. Как это возможно использовать и как это использовать в качестве предмета диалога, соответственно, с ритейлером и поставщиком. И когда мы говорим о полевых командах, потому что, на самом деле, мерчендайзинг делается в первую очередь руками людей. То есть это не абстрактные команды, не абстрактные агентства, это живые люди, у которых тоже есть свои цели, задачи. И они работают с кипяйсом, у них есть зарплата, у них много что есть в плане потребностей. Мы не забываем про полевые команды, которые крайне важны, и они работают как раз-то тоже на результат. Здесь мы должны думать о том, как удержать этот персонал, как мы можем повысить их мотивацию, чтобы они не ротировались ежемесячно или ежегодно для того, чтобы как раз-то работать на качество. Это я обозначила в качестве таких ключевых трендов. Я с радостью передаю слово следующему спикеру, Екатерине Уороновой, она уже как раз-то взяла слово. Меня зовут Екатерина Уороновой, я последние 9 лет возглавляю отдел мерчендайзинга B&L в компании S&PRODUCTION. Я думаю, что компанию S&PRODUCTION все знают, но на всякий случай расскажу о том, чтобы вы понимали, что действительно это крупная компания. У нас есть три направления. Это соусное направление, это кондитерка и это S&PRODUCTION, это торговые центры. Наша продукция представлена в 34 странах и более чем в 85 регионах Российской Федерации. Нашу продукцию распространяют больше 250 дистрибьюторов. И в 2021 году торговая марка «Махеев Майонезов» заняла первое место среди любимых брендов россиян. Так сложилось, что с 2020 года направление мерчендайзинга проходит трансформацию. И мы выстраиваем работу в данном направлении в новых ареалиях и реализациях рыночных потрясений. Различные факторы создают преграды для достижения поставленных целей производителями. И мы находим возможность развития в этих условиях. И прошлый год тоже был непростым для всех. В марте месяце мы были вынуждены закрыть проект мерчендайзинга до мая месяца. Нам поступало очень много звонков с сетей, верните сотрудников, потому что товар стоял на складах. У сотрудников не хватало, в сетях не хватало рук, потому что в первую очередь они выставляли продукты первой необходимости, чтобы полки были заполнены. Дальше мерчендайзеры, которые работали на стороне агентства с нами более 10 лет, они, естественно, переживали за компанию. Они выслали фотографии пустых полок, товара, который стоит на палетах. То есть люди не могли понять, а как так российский производитель закрыл проект. Они все надеялись на то, что здесь-то точно нет, и мы будем работать. Мы столкнулись с тем, что у нас очень резко вскочила себестоимость продукта. И мы не могли ее закупать, так как у нас договоры были все в долларах, а мы платили с отсрочкой на тот день по курсу доллара. И мы просто торговали в минус, на что собственникам было принято решение, что в срочном порядке мы должны сейчас повысить цены. Но, естественно, сети тоже не могли быстро все это сделать. И был такой замкнутый круг, плюс еще проблема началась с логистикой. Мы искали пути для того, чтобы привезти сырье достаточно качественное, потому что мы привыкли работать на определенном. И заняло это у нас два месяца. С мая месяца мы вышли обратно на рынок и начали работать опять с точки среднего мерчендайзинга. В некоторых компаниях получается, что далеко не каждая компания использует мерчендайзинг для роста покупательской активности. Считает этот инструмент бесполезным и неэффективным. Однако реальная причина, которую я вижу, это отсутствие результата, потому что не проявляется аудит бизнеса, стратегии оценки эффективности персонала и самой отрасли. Это то, о чем мы вначале говорили, что не понимают, надо, а зачем надо, куда у всех есть и мне тоже надо. Поэтому наша адресная программа, она строится, она эластичная, и она в зависимости от сезона, так как наш продукт он сезонный. Высокий сезон, она у нас расширяется, в межсезонье мы немножко ее сокращаем, и в низкий сезон адресная программа у нас сокращается до 3000 торговых точек. Естественно, гипермаркеты мы обслуживаем в первую очередь. Мы, прежде чем передать в агентство адресную программу, мы ее анализируем. Мы берем третичные продажи в торговых точках. И на основании этого выстраиваем рейтинг магазинов, которые мы будем обслуживать. Дальше мы начинаем, после того, как мы запустились, мы начинаем анализировать, что если мерчендайзер отработал больше 60% времени в этой торговой точке, которая положена, и мерчендайзер, который отработал меньше 60% времени, которое положено, мы начинаем анализировать, все-таки приносит мерчендайзинг свой эффект от того, что он работает там, или не приносит. Если что-то у нас по подведению анализа выявлено, что в торговых точках, в которых подключен мерчендайзинг, а выручка ниже, чем в тех, в которых не подключен, значит, что-то мы делаем там не так. И мы начинаем с этим разбираться, то есть, что не так. Планограмма в сети, мерчендайзер не выходит, липовые отчеты, нету ценников, может быть, все, что угодно. То есть, мы каждый месяц сдаем отчет собственнику о потраченных деньгах. И, соответственно, он уже видит, что происходит. То есть, мы рассматриваем каждую сеть отдельно. В компании принято решение, что мерчендайзинг может обходиться не более чем в 4% от оборота торговой точки. И мы должны этого придерживаться. Поэтому, ну, как бы, да, в каждой компании это может быть по-разному. У нас это 4%. Ну, у нас достаточно большое количество искаю, больше 100. И мерчендайзерам не хватает времени, и поэтому, как бы, с этим тяжело. Соответственно, при росте объема продаж и выручки торговой сети можно дальше рассматривать расширение адресной программы. Если есть эффект, соответственно, мы расширяемся. Среди торговых точек мы рассматриваем еще зеркальные торговые точки, в которых нету мерчендайзинга, и смотрим, что в них происходит от месяца к месяцу. Соответственно, у нас есть цели у наших сотрудников, которых мы берем через агентство. Это на сегодняшний день ценен каждый сотрудник, потому что, если раньше профессия мерчендайзера, она была простижной, это было модное слово, и люди не знали, что это, да, на сегодняшний день они понимают, что им приходится и делать заказы, и общаться с заведующей, решать вопросы, и выкладывать товар, и тут же где-то напечатать ценник. То есть они стали уже более, наверное, с более высокой нагрузкой, да, и уже, наверное, на сегодняшний день это считается не мерчендайзерами, а, наверное, выполняет функцию все-таки уже торгового представителя, потому что достаточно большой объем работы, который от них сейчас требуется, да. Со своей стороны, как со стороны производителя, мы проводим регулярное обучение агентства, персонала. У нас есть свой персонал в крупных городах, которые непосредственно каждый день в полях приходят, обучают сотрудников именно нашим стандартам, нашим требованиям. Соответственно, регулярные продажи по выкладке должны быть лучше, чем по планограмме, если мы видим, что конкурент в это время зевает или уже выявили, да, так как на сегодняшний день очень много поставщиков, которые вышли с сети, и если мы сейчас не займем их место, то, соответственно, займет кто-то другой. Поэтому у мерчендайзеров четкие установки на сегодняшний день, что необходимо делать. И так как работа мерчендайзера – это, грубо говоря, какой-то монотонный труд, да, мы стараемся сделать какие-то плюшки для них для того, чтобы было им интересно. У них есть постоянно мотивационная программа для того, чтобы они были заинтересованы с заведующими решать проблемы, просрочки, да, если вы заказали большое количество товара, чтобы они договорились все это выставить. И также у нас есть одна из мотиваций, в том году мы с ней выходили, это креативные ДМП, которые выставлялись в сетях. Люди проявили инициативу, они что-то пилили, что-то рисовали, достаточно было интересно. В этом году мы запустили, чтобы они снимали ролики ВКонтакте. То есть первый приз – это было 50 тысяч рублей для мерчендайзеров. Это прямо было вау. Вот тему мотивации как раз-то хотела предложить продолжить следующему спикеру Екатерине Ивашкевичу, которая пару слов как раз-то скажет про то, что происходит сейчас с рынком мерчендайзинга и зарплатами персонала, вообще что происходит с этими сотрудниками. И почему их так надо удерживать? Слово там, тебе, Катя. Да, я такую небольшую вишенку на торт положу. Не в финале, но тем не менее. Ну, на самом деле, вот если задуматься, кто вообще обеспечивает весь этот бесперебойный процесс доставки товара покупателю. То есть, собственно, вот те люди, которые выставляют этот тот самый товар на полку. То есть, я говорю сейчас там, а здесь, наверное, даже немножко расширить хотелось бы тему и сказать не только про оффлайн традиционную розничную торговлю, но еще упомянуть и онлайн формат. Поэтому вот хотелось бы упомянуть там и мерчей, и торгпредов, и промоутеров, и курьеров, и комплектовщиков, и так далее. И, собственно, вот для того, чтобы вот эта вся экосистема работала, да, эти люди должны выйти на работу. Их где-то нужно найти, их нужно нанять, соответственно, нужно понимать, сколько им платить. Интерес сейчас к этим профайлам очень высокий, причем он наблюдается с двух сторон. То есть и со стороны работодателей. Вот если посмотреть, эта статистика на самом деле не за месяц, а буквально там за пару дней. То есть это самые востребованные профайлы. И то же самое со стороны соискателей. То есть это самые популярные профессии, которые ищут люди не только на подработку, но, в принципе, и на постоянный заработок. Ну и, соответственно, для того, чтобы понимать, сколько вообще этим людям надо платить, да, нужно быть, вот, ну, скажем так, в рынке, да, вот этих зарплат. То есть понимать вот эту картинку на рынке труда, вот того самого линейного, как его называют, или полевого персонала. Можно следующий, да, слайд? Вот, соответственно, надо здесь иметь вот эту вот целостную картинку и одновременно разбираться в деталях. То есть надо понимать, сколько платят конкуренты, какая динамика там зарплаты по месяцам, по кварталам и даже за более долгий период, за год. Вот, понимать, сколько платят в каком-то конкретном регионе или в каком-то конкретном городе. Зависимость, например, там, зарплаты от каких-то соц.д.м. факторов или даже, там, политических каких-то изменений, там, социальных и так далее. Вот, понимать зависимость этой зарплаты, например, от каких-то других параметров, то есть от того, работает ли человек на каком-то транспортном средстве, или это, там, пеший курьер, да, и так далее. То есть обладая вот всеми этими данными, можно, на самом деле, решить очень много вопросов и проблем. Можно снизить ротацию, можно быстрее закрывать вакансии или закрывать вакансии, например, которые, в принципе, как бы не закрываются долго. Можно избежать, там, большого количества вопросов со стороны финансового, там, или какого-то другого контролирующего отдела вашей компании, который задает вопрос, а почему, вот, там, мерч или курьер, почему он, вот, должен стоить именно этих денег в этом конкретном городе, да. И вот такая статистика, да, с какими-то конкретными данными по конкретным вакансиям, она позволит, соответственно, доказать, да, почему человек должен получать именно такую зарплату, потому что если она будет другой, да, то, соответственно, ротация повышается, там, какие-то вакансии вообще не закрываются, возникают проблемы, там, контрагенты недовольны, ритейлер недоволен, в общем, и так далее. Вот, здесь приведены просто примеры, да, вот, тех данных, которые мы делаем, с третьего, здесь годовая динамика с третьего квартала 21 по 3-22, только по мерчам и курьерам по Москве. Вот, кстати, завтра мы финализируем четвертый квартал 22 года, поэтому, коллеги, если кому-то интересно, подходите, оставляйте контакты, мы вам вышли все это дело посмотреть. Я правильно понимаю, что курьеры получают, грубо говоря, на 20% больше, чем мерчендайзеры? По сути, конкуренция идет между этими двумя профайлами, профайлы схожи, и люди перемещаются из одного, ну, из одного вида деятельности в другой. Да, это вот как раз тренд, да, но он, в принципе, не такой, он был очень сильным, конечно, в 2020 году, да, вот, в период пандемии, сейчас он немножко снизился, но, тем не менее, все равно вот эта ротация есть из оффлайн традиционной розницы в, ну, грубо говоря, в логистику, то есть из мерчей в курьеры, да, это есть. А как-то за последний год поменялись требования к мерчендайзерам с точки зрения профайла или наполненности, что вы наблюдаете? Я бы сказала, наверное, здесь два основных таких момента на поверхности, как это ни странно, да, несмотря на тяжелый физический труд, очень вырос интерес именно к женщинам вот в этих профайлах, и тоже вот соцдем характеристика вырос интерес к более возрастной группе людей, то есть если раньше это было там 25-40, да, то сейчас это 40+. То есть раньше брали студентов, а теперь уже и пенсионеров рассматривают, но, кстати говоря, вполне себе стабильная категория сотрудников. И я знаю даже направление, виды деятельности, где они проявляют себя просто по максимуму. Хорошо, спасибо большое. Я передаю слово тогда следующему спикеру, и у нас Сергей Киселев как раз расскажет про то, как работает агентство уже с различными профайлами мерчендайзеров и с различными типами мерчендайзинга. Ну и, наверное, с различными заказчиками тоже. Да, добрый день. Действительно, за тот период, сколько мерчендайзинг существует на рынке, а существует он, ну, очень много лет, у мерчендайзинга, в принципе, появилось большое количество видов, трансформаций и разных типов, скажем так, с которыми можно работать. Но весь мерчендайзинг можно поделить, если очень грубо, на две механики основные, в которых он существует. В частности, в разрезе как с агентством, когда работает поставщик, как и не с агентством, то есть вариантов много. Это эксклюзивный мерчендайзинг и совмещенный мерчендайзинг. Если говорить, что это такое и с чем это едят, то тут просто нужно понять, что эксклюзивный мерчендайзинг, ну, уже понятно в самом слове эксклюзив, это когда человек, непосредственный сотрудник, он же мерчендайзер, он работает именно с одним брендом. То есть, если клиент хочет, чтобы у него был выделенный сотрудник, который будет работать в одном магазине, в нескольких магазинах, по определенному маршруту территориальному и обслуживает только его, соответственно, это эксклюзивный мерчендайзинг. Что это дает? Это дает, естественно, фокус на бренде. Это дает человеку понимание, с каким брендом он работает, какие основные задачи у него. Это дает более расширенный KPI. То есть, естественно, в этом случае управление, оно может также осуществляться и агентством под, скажем так, под основными задачами поставщика, но оно все равно более четкое, симметизированное. Здесь можно делать разные фокусы от месяца к месяцу, от недели к неделе, получать большее количество различных данных из самой торговой точки, потому что человек хорошо понимает продукт. И графики, естественно, работы, они могут быть подстроены абсолютно под клиента. То есть, если у вас есть поставка в 12 дня, то человек может приходить в 12 дня в одну точку, в 2 часа в другую точку. Особенно для молочной категории это очень важно. Что касается второй системы, которая на текущий момент, ну, о чем еще буду говорить, там в тренде, она очень расширяется, скажем так, и она становится нужной по определенным причинам, это совмещенная механика мерчендайзинга. В этом случае это как раз работа только агентства, когда у определенного мерчендайзера есть пул клиентов, пул брендов. Он, например, работает в одном магазине с разными категориями, или даже в нескольких магазинах с разными клиентами и категориями. У него есть, конечно, уже не один фокус, у него есть не по каждому клиенту какие-то KPI. Это более сложная механика для мерчендайзера, потому что такой фокус на бренде сделать невозможно, но основные задачи все равно не остаются. Разница ключевая, я уже сказал, что в управлении эксклюзивного мерчендайзинга тут бренд может диктовать свои правила, в том числе и в SFA-системе, то есть выбирать то программное обеспечение, которое удобно только клиенту, в том числе и системе KPI, они могут быть гибкие, разные, под определенные фокусы, и в том числе и работой с какими городами и так далее. В совмещенной механике это уже готовая управленческая структура, которая принадлежит агентству. То есть у агентства есть свои люди, они готовы предоставлять вам за определенный тайминг в определенной точке, или вы договариваетесь, сколько вы можете себе позволить на ту точку. Это более широкая адресная программа, потому что это программа агентства, если у агентства большой пул поставщиков, она может работать очень много где, включая даже небольшие города, что не может себе позволить иногда эксклюзивная механика. Ну и тут есть, конечно, определенный момент. Как я уже сказал, KPI более сложный, и, соответственно, зачастую программное обеспечение самого агентства. У тебя сразу тут вопрос, что выбрать? Что выбрать-то? Ну, если мы говорим про качество, которое прям качество, естественно, это эксклюзивная механика. Но вы должны, нужно понимать, что весь эксклюзив отличается от совмещения, в первую очередь, ценой. И по трендам, которые происходят сейчас, ну, по 22-му году, да, судить, когда мы видим, что у нас первая, да, вот произошла ситуация с тем, что происходила оптимизация бюджетов. Даже у крупных поставщиков была вынужденность, да, приостановить, подумать, что-то решить. В этом периоде многие стали уходить на совмещение, потому что эксклюзив невозможен был по содержанию команды. И совмещение, и те агентства, которые действительно широко представлены на рынке, у которых есть большая адресная программа, они могут позволить где-то упасть в цене, могут позволить дать то, что требует клиент. Просто, и еще плюс, да, есть определенные поставщики, которые сейчас появляются, которые еще не могут, да, вот был у Константина вопрос, еще не могут себе позволить мерчендайзинг по всей России. И в этом случае тоже многие поставщики начинают совмещение, потому что это более доступный вариант, более понятный вариант. Есть такой, извини, стереотип, что совмещенка – это не равно всегда качеству. Вот здесь вот как бы ты поспоришь со мной? Поспорю отчасти, потому что тоже нужно понимать, насколько агентство отдает себе отчет по количеству СКЮ у мерчендайзера. Это очень важно, чтобы агентство в совмещении не передавало мерчендайзеру, ну, там, не знаю, 300, 400, 500 СКЮ. Все, у мерчендайзера в голове каша, он уже не понимает, с чем он работает. Это первое. Второе, это зависит еще от того, что какие системы используются, насколько интегрированы системы отчетности. Тоже фотораспознавание сейчас, оно интегрировано в совмещение. Мерчендайзер в совмещенке – это точно только руки. Нужно запомнить. Вообще мерчендайзер – это только руки. Вот мы всегда так говорим. Главная выкладка, да, мерчендайзер должен нанести. Если мы говорим в эксклюзиве, там можно много чего делать. Но тренд сейчас обычный, что в совмещение сейчас активно переходят очень глобальные KPI из эксклюзива. И агентства перенимают и это делают. Это возможно. Я соглашусь. А можно сразу вопрос? Как раз-то мнение Екатерины. Мне интересно узнать. Перешли на совмещенку. У нас есть свои команды, на которых мы ставим эксперименты, что дальше делать с агентством. И большая часть – это, конечно, агентства. Это совмещенные команды или это эксклюзивные команды? У нас совмещенная команда. Но мы требуем с агентств как с эксклюзива. Как с эксклюзива. То есть это действительно такой современный тренд, и с этим все работают. Да, действительно. Кстати, вопрос 300 СКЮ. Вот каково оно обслуживает-то, 300 СКЮ? Ну, для этого нужно понимать, какая нагрузка по клиенту. Есть клиенты якори у любого агентства. Зачастую при большом объеме, когда мы доходим до определенного, в одной точке уже 2-3 мерчендайзера. Делится все по категориям. То есть агентство обслуживает определенную категорию в магазине. Один мерчендайзер – одну, другой мерчендайзер – другую. Да, непосредственно. Это возможно работать. Самое главное – правильно выстроить систему управления на стороне агентства. Потому что в этом случае есть, опять же, и KPI, и обучение, и полевые тренинги, и коучи. Но они должны быть у агентств для того, чтобы это все непосредственно воплотить в жизнь, так, как нужно клиенту. На текущий момент таких клиентов, как Essen, очень много. И все хотят действительно, чтобы было качество. И в совмещении. И мы это понимаем. И мы понимаем, что мы связаны с нашими клиентами. Не будет клиентов, не будет нас. Поэтому мы сидим в одной лодке, делаем одно дело. И наша задача – решить проблему клиента. Если ему нужно решить сейчас так, значит, мы находим способ решить это так. Хорошо. Сергей, и как бы в завершении. Вот три принципа качества, которые нужно выдерживать агентству. Это какие? Ну, для совмещения, естественно, самый главный принцип – это сервис работы. Своевременное покрытие, соблюдение графика. В сервис можно чего много вложить. Это очень важно. Второе. Я уже сегодня много раз говорил. Есть различные KPI, и очень важно, чтобы KPI клиента даже в совмещении были в KPI агентства. То есть сейчас агентство работает через KPI всегда. Ну, то есть даже в совмещении. И они должны здесь это принимать и понимать. Если KPI выполнен и KPI достигнут, здорово. Это может быть количественный, качественный KPI. Это может быть какое угодно. И третье, наверное, для любого агентства качество – это тогда, когда ты совместно с клиентом понимаешь, вот то, что мы говорили в начале, кластер точки, насколько она развивается, что ты можешь сделать для клиента в этой конкретной точке. Первое – выложить товар. Второе – убрать там версток, наладить работу с ЛПР. Где-то даже влиять на страховые запасы. То есть и так далее, и так далее. Это большой пул всего. И это очень важно. Иметь кластеры точек, иметь возможность получать там офф-теки и так далее, и так далее. И работать с ними очень активно. Потому что это нужно клиенту, это нужно нам, соответственно. Спасибо. Я передаю с удовольствием слово следующему спикеру, Елене Кузиной. Елена как раз поделится с нами кейсом и аналитическими возможностями для управления процессом мерчандации. И другими процессами. Да, коллеги, добрый день. Вот как раз о чем мы здесь говорим, что нужно иметь в запасе очень много информации, в том числе аналитических данных для правильного формирования услуги и получения эффективности от этой услуги. Поделюсь с вами кейсом, ну таким прорывным, так скажем. Он зачастую покажет, как правильная интерпретация внешних факторов, как взаимодействие с качественным поставщиком и вообще как скорость реакции влияет на получение максимального эффекта от продаж. Мы начали работать в категории слабоалкоголик вас с производителем. И такой средний партнер для нас, небольшое количество из Каю. И тут в какой-то момент, когда произошли изменения в экономике, этот клиент просто пришел в торговую сеть, посмотрел на полку и понял, что вот здесь должна стоять его продукция. То есть вот в этот момент для него решилась его дальнейшая судьба по продвижению, по его позиционированию. То есть здесь он понял, куда он пойдет и что он хочет видеть в конечном итоге. Он пришел и сказал, что моя цель – это доля в категории 20%. Мы все понимаем, что в традиционной рознице у нас практически 60 тысяч торговых точек. И иметь долю в категории 20% – это мощно, мощно. Но мы полностью партнера поддержали и пошли с ним в эту серьезную коллаборацию, которая увенчалась успехом, в общем-то. Все началось с того, что было оперативно принято решение о запуске производства газированной воды. И началась большая проработка с ритейлом по поводу входа в торговые точки. То есть мы начинали с небольшой адресной программы, но увеличили ее буквально за полгода в пять раз. То есть мы зашли в крупнейший ритейл федеральный и смогли продвинуться на полки и с партнером значительно. При этом мы говорим про эффективность нашего подхода. И мы внедрили туда именно инновационный подход в части формирования эффективного формирования адресной программы. То есть для того, чтобы покрыть весь ритейл, такой задачи изначально не стоит. Мы выбираем точки, которые принесут максимальную эффективность. Мы ранжируем их. Мы понимаем, где эффект влияния мерчендайзера может быть достаточным, либо супер максимальным. Мы понимаем, какие точки будут качать основные продажи, а какие мы пока оставим в покое, чтобы они просто наполнились товаром и продавали самостоятельно. То есть здесь мы сформировали эффективную адресную программу, набрали штат мерчей, которые пошли в точки. И за счет установки организации дополнительных мест продаж, за счет того, что мы устанавливали непрописанные ДМП, мы вышли на уровень, когда действительно, если мы посмотрим по регионам, мы достигли практически присутствия в 20% того, чего ожидал наш партнер. И в четвертом квартале 2022 года мы уже получили тот видимый эффект. То есть за очень короткий промежуток времени, буквально 6 месяцев, мы увеличили адреску, наполнили все торговые точки и увидели уже эффект от мерчендайзинга. Поэтому основные составляющие – это вовремя включиться в процесс, понять, что нужно, найти партнера, который тебе поможет и просто идти и покорять рынок, учитывая, что сейчас он очень сильно изменился. Полка сейчас выглядит совершенно иначе. Поэтому у всех есть шанс, и мы готовы в этом помогать. Я передаю слово Думитро. Хорошо. Смотрите, с точки зрения сети, как таковой, собственно говоря, то, что приносит поставщик, это исключительно тот вклад, который он вносит в категорию. Соответственно, с этой точки зрения для сети не так принципиален мерчендайзинг, как таковой. С точки зрения тех, с кем вы общаетесь, с точки зрения категории нового менеджера и так далее. А важнее цифры оборота, важнее цифры возврата покупателей, удовлетворенности покупателей и лояльности их и так далее. То есть, мы сейчас, там будет слайд про то, как сеть смотрит на категорию, но вы можете понять. Да. Вот, примерно так сеть смотрит на категорию. То есть, это динамика продажки продукции, средняя цена за штуку, количество в корзине и так далее. Это все данные для того, чтобы вы могли понять, то есть, чтобы вы видите свой бренд. Примерно такое же может быть дано по вашему бренду, но категорийный менеджер смотрит на категорию в целом. И то, как вы помогаете или не помогаете продажам этой категории, именно это для него важно. Можно вернуть на… Да. Ага. Нет. Одну секунду. Прошу, прощи. Ага. Нет. Ладно. Хорошо. Значит, соответственно, с точки зрения… То есть, с этой точки зрения вы можете говорить только о тех операционных показателях, которые вам… Которые вы приносите в сети для работы, для улучшения этих операционных показателей категории. Но, с другой стороны, сеть может вам предоставить информационную базу для того, чтобы вы оценили мерчендайзинговые… Результаты мерчендайзинга… Результаты мерчендайзинга… А результаты мерчендайзинга для… С точки зрения ваших собственных потребностей. То есть, то, о чем мы, собственно говоря, то, с чем мы начали разговор, то, с чего начала Екатерина, это возврат на инвестиции. Значит, когда вы приходите к собственникам, вы говорите очень простую вещь. Я хочу мерчендайзинг, потому что это принесет вам денег. Потому что я верну больше денег. Я возьму один мешок денег, верну два. Соответственно, сеть своими данными… Мы сегодня уже обсуждали, там были выступления о порталах, о данных и так далее. Они нужны вам не просто для того, чтобы они лежали у вас на полочке, красивые, замечательные. Помню, там в конце 90-х у меня были проекты, когда цена проекта определялась толщиной отчета. То есть, вот один сантиметр отчета – это примерно миллион могло быть. Вот сколько сантиметров, только столько миллионов. Нормально для бухгалтерии их покатят, все хорошо. Остальное не важно. Так вот, нет, вам это нужно для того, чтобы их использовать. Если вы будете платить сети просто за то, что эти данные просто у вас будут лежать, это просто… Ну, то есть, условно говоря, это распределение коммерческих условий. Это прекрасно, это замечательно, как мы это любим. Особенно прислать вам Excel-ку за пару миллионов рублей. Вообще, мы очень рады. Но лучше будет, если вы возьмете эти данные, обработаете их и принесете нам решение, которое поможет нам заработать побольше. За счет чего? Вы присылаете нам мерчей для того, чтобы увеличить доступность товара у покупателя. То есть, в данный конкретный момент у вас вы видите, что проблема с отоп-стоком. И если вы реально это понимаете, что это является ключевой проблемой, вы нацеливаете своих ключевых на это. И сеть может вам показать. Вот у нас по стокам, по инвентаре была такая ситуация, стала вот такая ситуация. Мы можем посчитать ОСУ по продажам, по потоку взвесить и понять, что, например, фактическое наличие товара на полке было вот такое. Сравнить с вашими данными, с данными мерчендайзерами и с SFA-систем или еще откуда-то. И понять, насколько ваши мерчендайзеры, ну, скажем так, корректируют картинку. Но это не самое важное. Самое важное, это как наличие мерчендайзера повышает наличие товара на полке. Вот. Значит, соответственно, как бы это вы оцениваете и вы понимаете, что, например, дальше еще что может дать сеть? Может дать процент каннибализации. То есть, если вашего товара нет, сколько вы теряете в целом? Потому что, когда одного, там, не знаю, шоколадки с фундуком нету, да, но шоколад с изюмом рядом вашей той же самой там марки, вот, находится на полке. Часть покупателя просто переключается на него, а часть покупателя переключается на другую с фундуком. Другую, там, не знаю, другого бренда вашего конкурента. Это ваша потеряна, для сети это не потеряна. Вот. Но, как бы, вы должны понимать, сколько вы теряете на этом отсутствии. И если затраты на такое, на предотвращение этого отсутствия будут ниже, чем та потенциальная прибыль, которую вы можете получить за счет ликвидации этого, да, тогда это имеет смысл. Мерчендайзинг имеет смысл. Соответственно, дальше. Что еще вы можете делать, какие задачи вы решаете мерчендайзерами? Вы обеспечите увеличение товарного запаса в точке. То же самое, что если вы в точке, в точку приходит мерчендайзер, он контролирует наличие товара, да, соответственно, в части инструкции, в части процедур сетей есть такая ситуация, когда точка может заказать дополнительно. Меньше нет, больше да. Но никто этого не уволит, потому что это риск, этот риск ложится напрямую на бонус директора магазина и так далее. Вот. Но для того, чтобы это рекомендовать, вот сегодня замечательный был кейс от АСГ, когда нужно рекомендовать на основании конкретных данных, которые отработаны, и понимаете, сколько вам нужно добавить к страховому запасу. Вот если вы можете этого давать, если вы можете давать обратную связь от мерча и доводить ее и до точки, и до центрального офиса, там, либо там дивизиональных менеджеров по логистике, да, тогда это будет работать. И вы будете использовать и эти данные, и будете использовать мерчендайзеров по полной. Да, значит, вы знаете, там, ну, то есть, этом, вот, об увеличении количества договоренностей о дополнительных местах продаж сети официально не знают, да, я это, я этот слайд составлял тогда, когда я был на стороне поставщика. Вот, но это такая тема тоже, когда есть, отсутствует, то есть, есть место, а что туда поставить, решает на уровне магазина, потому что крупный поставщик не довез промо, или еще почему-то. И вот что туда встанет, решает отношение, личное отношение мерчендайзера с руководством магазина. Значит, соответственно, увеличение видимости товара покупателю, если у вас есть, если у вас малое место на полке, да, то вы можете поддерживать ваше наличие на полке и видимость покупателю только за счет того, что мерчендайзер все время подтягивает. Как только, если у вас малое количество фейсингов, как только вы ушли, ваш товар ушел, значит, вглубь полки, то фактически поле зрения схлопнулось. Если мерча нету, не работает. И это вы тоже можете увидеть по фактам. То есть, сеть вам может дать связь количества фейсингов и пополнение полки с данными, связать с продажами. Сколько вы теряете на этом. Ну и, соответственно, на основании всего вот этого, на основании данных от мерчей, на основании данных об уходимости от мерчей, об уходимости из полки, на основании данных о продажах с точки, вы выходите на переговоры об изменении ассортимента. Но это такой тени-толкай. С одной стороны, вы толкаете на уровне офиса, а с другой стороны, вы тягиваете на уровне точки. Если вы это не делаете, ну, собственно говоря, все меньше и меньше результатов. Ну ладно, еще раз Аква и Рендек. Урал, мы выиграли по уральскому региону тендер по СТМ. И мне вот интересно, СТМ, мерчендайзинг здесь на вашей стороне, стороне магазина? СТМ обычно в первую очередь выкладывается, то есть в стандартах работы сотрудников магазинов, в первую очередь выкладывается СТМ. То есть поэтому большая вероятность, что он будет выложен. Но, ну, по практике, там, например, когда я был на стороне производителя, да, мы выкладывали и то, и другое. Ну, потому что просто у нас это была небольшая часть ассортимента, и мы помогали. Почти, если Скоропорт, это вообще маст, по-моему. А Скоропорт, это первое, что выкладывается. То есть, как бы, смотрите, если у вас не Скоропорт, то, как бы, считайте, что на вас забьют некоторое время. В любом случае, потому что первая, ну, как бы, проблема. У них, у сотрудников магазина, KPI на, короче, бонус зависит, уменьшается в случае больших списаний. Вот. Соответственно, самые большие списания где? В Скоропорте. Они естественным образом ничего не будут делать до тех пор, пока они не выложат и не перевыложат в Скоропорт. Это, ну, это, как бы, таковое течение жизни. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Татьяна, компания «Мороз», Алтайский край. Скажите, пожалуйста, Катерина, к вам вопрос. Вы оценивали, как вы оцениваете эффективность мерчендайзеров в торговой точке, если вы поставляете на РЦ? Это первый вопрос, потому что, ну, продажи… У нас есть третичные продажи с торговой точки уходимости. Мы аналитику делаем на основании этих данных. И второй вопрос. Вы оценивали, какие команды, ну, по стоимости и по эффективности в работе. Ваша команда эффективнее, либо команда… Конечно, наша. Но в маленьких городах она выходит в тот бюджет, который требует компания. Естественно, в городах-миллионниках мы не влазим в этот бюджет, и поэтому там агентство. Екатерина, можно сразу вопрос, точнее, прокомментирую. Почему, конечно? Ну, потому что мерчендайзер, он борется за тот продукт, в который компании он работает. Он прям вот душой рвется, чтобы показать, насколько классно он отработал. И он прекрасно понимает, что тогда и его зарплата, и доход компании, он будет увеличиваться, соответственно. И как бы его деньги будут увеличиваться. Ну, прямой вклад просто в бизнес и в результат. Конечно. И, в принципе, у нашей компании есть имя, и в ней престижно работать. Да, согласна. Спасибо. Спасибо. Евгения, компания «Марс». Вопрос к Димитру. Учитывая, что сказали, что у нас растет спрос на совмещенный мерчендайзинг, и есть целое агентство, которое этим занимается, разрабатывали сеть, какие-то, может быть, тесты для того, чтобы продавать эту услугу поставщикам самостоятельно по совмещенному мерчендайзингу. Ну, смотрите, у нас… Ну, то есть, скажем так, сначала по поводу ленты. У нас есть, насколько я понимаю, партнеры, которые работают с раздельным учетом рабочего времени. И, собственно говоря, оказывают услуги мерчендайзинга. Первый момент. Второй момент. Когда, ну, по опыту предыдущей работы, да, когда я выходил на… Ну, на стороне производителя выходил на переговоры по совмещенке в «Дикси» и в «Магните», моя установка была, что это неправильно. То есть, что мне это невыгодно, и при моем… Опять же, при моем ассортименте и объеме это невыгодно просто в силу того, что тогда у меня размывается ответственность. Вот. То есть, как бы мотивация мерча на конкретную работу и так далее. То есть, тогда это было сложнее, потому что сейчас вот эти системы, в том числе совмещенку, можно сделать на основе данных. То есть, условно говоря, каждое действие можно оцифровать, каждый час можно оцифровать. А тогда, ну, то есть, как бы, когда у тебя есть продажи за месяц, это сложнее обратную связь выстроить. Вот, наверное, как-то так. Условно говоря, в систему, когда сеть предлагает совмещенный мерчендайзинг как услугу, я не верю, потому что это, ну, вот, как мне на одних переговорах не лента говорила, я деньги у тебя возьму, но делать я не буду. Потому что у меня следующая задача завтра пролетит на сокращение персонала. Вот. То есть, я в маржу это положу, в бэк маржу, и все хорошо будет.